Следующий вопрос. Способы коммуникации на сайте. Наш пользователь получил уведомление. Вот оно, непрочтённое уведомление. Количество таких уведомлений обозначается цифрой. Например, пользователь получил сообщение от администратора сайта не только на почту, но и на сайт. Ваш курс был одобрен. Он может прочитать это уведомление. После прочтения эта галочка будет снята. Вот он его изучает. Аналогично. Здесь же он получит сообщения о новых размещенных домашних заданиях, о сообщениях из форума и другие сообщения, которые важны именно для него. Очень удобно. Он видит все непрочтённые сообщения. Следующий способ взаимодействия – это форумы. По умолчанию форум создаётся автоматически в каждом курсе. Кроме того, в каждой теме может создаваться неограниченное количество таких форумов. Проверим, как работает эта система взаимодействия. После того, как курс создан полностью, необходимо провести зачисление. Например, выбирается пользователь из базы данных и назначается ему роль. И таким образом участник новый записан. Это называется запись вручную. Есть и другие способы, но сейчас мы рассмотрим работу с форумом. Например, преподаватель открывает новую тему и объявляет зачёт, когда проводится зачёт. Если хочет отправить пораньше, не дожидаясь периода ожидания, может поставить галочку «Отправить немедленно». Период ожидания предназначен для того, чтобы откорректировать своё сообщение в течение заданного времени. И отправляет это сообщение на форум. Все, кто записан в этот курс, получат это сообщение. Вот прозвучал сигнал. Я, как пользователь этого курса, получаю сообщение от кого, в каком курсе, в каком элементе курса. Это объявление, тема, сообщение, зачёт. И текст этого сообщения. Любой пользователь, входящий в этот курс, может ответить, посмотреть в контексте это сообщение, а также изменить свои настройки дайджеста, чтобы получать не по 10, по 100 писем в день, а получать одно письмо в день в виде дайджеста. Это очень важно. Особенно преподавателям для того, чтобы спокойно выполнять свою работу. Итак, это один вид взаимодействия. Ещё один вид это взаимодействие с технической поддержкой нашего сайта. Это чат. Он находится на каждой странице сайта. Необходимо представиться или выбрать авторизацию с помощью социальной сети Facebook или Google. Это сокращает время. И можно написать вопрос. Моментально у администратора появляется такое сообщение и он может в реальном времени оказывать помощь. И администратор сайта может оказать помощь. Кроме того, имеются телефоны для обратной связи, ссылка контакты для решения вопросов, в том числе на почту. Можно обратиться по скайпу. Можно написать письмо. Это тоже виды обратной связи, которые имеются на сайте. Спасибо за внимание. Вопрос решен.